Минески могут задавить темпом с Вингой, ДП, Рошаном быстрым до минуты 15-16 и забрать все внешние товара, забрать БКБ, забрать еще одного сыра Егис и пойти на ХГ. На ХГ у них нормальные шансы. Они за свап убивают точно героя. Ну, будут убивать, я думаю. И вероятно, они так хотят. Пака надо забанить сейчас Минески. Это верно. Потому что у них была определенная такая стратегия. И у Фнатиков. И у Минески. Что они как раз в Вингопак любили поиграть. Именно там свап работает просто идеально. Особенно под какой-нибудь Аганим. Просто все еще есть вероятность того, что они просто будут повторять всю историю старой пик и возьмут Бестмастера. Ну да, типа. Старый дизейбл под свап. Быстрый. Кстати, я думал, кто забанит. А, ну да. Минески должны были банить Чена. Потому что Виртус Проферспик. Не Энигма. Реально Бестмастера нужно было банить. Ну, или Пака. Бестмастер лучше даже намного. Потому что по совокупности всех полезных. Бестмастер просто плюс Ауру дает. Сразу бьет. Плюс Ауру и Рор моментально, инстант будет даваться. Инстантный момент. Чем Бестмастер хуже, то что Ауру он даст ТТБ. Опять же. И чем больше Ауру ты набираешь, тем ему лучше. Относительно. Но его можно фокуснуть. Можно попробовать. И Ауру не будет у твоей команды. Ну, и плюс до таланта на минус КД Сандер нужно дожить. А они могут потерпеть крушение. Ну, пока Ауру очень сильно смотрится. Шаду демон. Ну, это вот, чтобы не вешал СГА, например, какого-то героя. Сная линия уже слабовата. Сильная линия, очень сильная линия. Чем он сильный? Чем Шаду демон сильный, если Пойзон стоит очень много маны. Рассказ хороший. Можно не через Пойзон играть. Так тогда у тебя демиджа не будет на линии через Disruption Soul Catcher. Тебя придут дабло и побьют ногами. Вот твой любимый жадный саппорт, уже вроде и подраться с ним можно. Ну, у них Омник. Омник компенсирует. Омник любит драться. Могут ли сделать Минеск сейчас какого-нибудь? Еще раз антимага. Просто форфан. Ну, у них ластпик. И побегать с ним. Не, Антимаг здесь плох. Дезратор его ловит. ТБ сильнее. Омник хорош против АМа на линии. Линия Шаду демон АМ. Там у Омника будет больше крипов, чем у Антимага. Им нужно взять сейчас какую-то четверку. Хотя у них... Не знаю. Просто мне кажется, что сейчас делать выход в кору Вингу такой себе. Можно попробовать сделать ее саппортом. Пострадать немножко на линиях. Но хотя бы... Если будет саппорт и Винга Шаду демон, я не знаю, зачем они взяли эти герои. Шаду демон плох тогда будет, но... Им нужно делать ДП оффлейн, по идее. Вингу кэрри точно. И добирать мид на ластпик. Какого-то сильного, который будет что-то делать. И это вряд ли Тинкер. Долго думают Минески, конечно. Минута Бонус Тайма у них остается. И это Фантом Ассасин. Здравствуйте. Можно следующее, пожалуйста, начать? У нас беженец. Нет, ну подождите. А что если вот сейчас... Я бы шайкер брал бы. Нет, просто сейчас... Шайкер вот. Просто команды так играют, что у них ДП в оффлейн ходит. Что если это какая-нибудь мид Фантом, кэрри Винга? Ну, это иммортал. Вот ты идешь, у тебя, смотри. У тебя есть Омник, у тебя ТБ, у тебя Дизрафтер, шейкер для драки. И против тебя Винга Кор, ПЛ... Господи, ПЛ... Фантом Ассасин Мид. По идее, Мартретка должна идти мид против ластпика, против Вовы. Это будет чуть сложно. Винга должна идти кэрри, ДП оффлейн с кем-то. Мне кажется, против Вовы, в принципе, любой мидер говорит, я как бы не очень хочу. Да, а то ты Мартретка, которую контрпикают. Ну, хотя там линия короткая теперь стала, там можно переагривать, ластхитить, но... Не знаю, как вам, я бы брал темпларку просто, фарфан для Вовы. Да не темпларку, в СФ можно взять. Ну, СФ тебе завкусить как-то можно. Кстати, СФ неплохой. Он очень хорошо себя чувствует здесь. В темпларку вообще нечем убивать. Там, правда, есть сейв в виде шадоу-демона, но он под этого... Вайпер, вообще вайпер. Это вулпик. А, который фантомку вообще не чувствует. Ты решил отдохнуть. Ну, это же Незертоксин, второй спел, он же выключает пассивку. Во-первых, аутдрафт, потому что Минески какую-то ахинею, начиная с Венжи Фулл Спирит, свое набрали. Нет, первые два пика еще в порядке были, Винга ДП. Просто ДП нужно было прятать. Ну, или Вингу саппортом делать каким-то образом. А прятать ты будешь фантом-ассасин. Но шадоу-демона брать. Вингу выключают в плане того, что иллюзии не должны появляться после смерти. Я не знаю, как это работает, возможно. Вроде как, если она находится в это время в таксине, то тиммейт погибающий... Ну, потому что это с аурой дается, а она выключает, поэтому... Типа как пассивку, да, и в итоге она не работает. Это должно работать именно так. Ну, это... Вроде как так. То есть все приятно, когда тебя не встает, там, допустим, даже фантомка не начинает бить по лицу после смерти. Это приятно. Особенно если у тебя 15 хп, да, остается после дуэли, ты думаешь, ну все. И тут важный момент, что для этого должна именно Винга находиться в облаке. Ну, возьмите уже любого. Вам уже ж ничего не поможет. А сейчас, сейчас, не, на самом деле, сейчас они еще одного кора возьмут, типа ОД, например. Нет. Ну, во-первых, ОД в бане, и они сами его забанили. А, ну окей. Я про то, что ты... Это просто муж очень хотел взять. Во-вторых, ну да, они могут взять кора, мидера какого-то, если венгуешь, а то демона спорта делать. Чтоб ты просто встал, поорал. С антимагом я уйду. Если там антимаг, я с нами ухожу. Поэтому не стоит... Я не могу придумать героя, который бы это спас. Ну, в Винерсоу против Вайкера, который выключает. Классика. Против Дизрафтера, который контролит. Против Пьо Хила. Но это ССС хотя бы. Не, ну да, хотя бы ССС. В принципе, все осталось в свои места. Все три линии выигрывают. Если ССС на Тимбере, много шансов, да. Все так. Минески в пиве, что ли? Минута 20. В рэйбе. Я понял. Хорошо. Ну что же, ждали мы интересного матча и узнаем, получится ли таковой совсем скоро. Пока передадим слово нашим комментаторам. Итак, команды, у которых по три победы в групповой стадии. Минески, Virtus.pro. Минески очень хорошо напикали. Мне, честно говоря, понравилась та самая Фантомка. Вообще у них очень пики похожи, знаешь, на MVP каких-то 16-х годов. Когда они играли с Фантомом Ассасин. Это, знаешь, это из разряда, когда вы играете против фаворита не то чтобы группы, турнира целого. Вы им показать что-то в макро, в микро не сможете лучше, чем они исполнят. Нужно удивлять. Вот, вот, вот. И поэтому что? Фантомочка вперед. Не хватило только спиритбрекера, чтобы повторить корейские какие-то драфты, Дарксира каких-то там и идти вперед. Но в целом получилось неплохо. Шадо Демон. Это внезапно. Я так понимаю, что Айс 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 очень быстро ознакомился с патчем. И понял все нюансы. А Шадо Демона достаточно неплохо подняли, особенно его ультимейт. Поэтому, возможно, что-то такое интересное закралось в голове у Айс Айс Айс. И сейчас этим Шадо Демоном они будут показывать интересную игру. Ну и плюс Фантомка. Опять же, пики неординарные. Я думаю, что ВП, ну, как минимум, были удивлены. Вот уж насколько, конечно, удивлены. И как сильно это поразит состав ВП, это большой вопрос. Но я жду качественные доты. Мне хочется, чтобы вот эти 3-0-3-0 были не просто, знаешь, случайностью какой-то, при котором Минески взяли три карты, а потом слились без шансов ВП. А чтобы это реально была боевая встреча. Но, опять же, как Ваня сказал, непонятно, что будет в игре. Но драфты, как минимум, интересны. Да. Соответственно, Паша на Омнинате будет стоять. Слушай, ну, слушай, возникнут ли у Омника проблемы на этой линии? Вот в чем вопрос. Давай. 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 Ну, давай. Нормально. Ну, Айс Айс всегда был таким очень позитивным человеком. Где бы он ни находился, в самой игре, там, после проигрыша. И он всегда, там, старался не унывать. Ну, в общем, такой, как аналог Дэнди, наверное, всегда позитивный парень. Ну, сигнатурочек набрали, на самом деле, Минески. То есть, вот, Timber Soul — это сигнатурочка для Айс Айс Айса. И оставшиеся пики — это уже эдакие приспособления к данному патчу. Если у них на стадии лейнинга все будет очень хорошо, то они могут разогнаться за сноуболить суперсильно таким пиком. Мне кажется, тут намечается вообще встреча в баскетбол после этого матча. Так, прям уже договоренность достаточно серьезная. Я думаю, что многое будет зависеть от исхода конкретно этой карты сперва. Да, и, кстати, очень интересно так обманули Минески своим драфтом. Противника, но если, опять-таки, это удалось сделать, и ВП запутались, потому что Vengeful Spirit ребята Минески используют как кора, в основном как керри. Это зачастую было так, и вообще во всех составах, даже фейслесс, если взять предыдущий состав Айс Айса. А здесь внезапно нинджа буги на Vengeful Spirit сел, и вот уже внезапно суппорт венга. Посмотрим, насколько это скажется на игре. Плюс, опять-таки, вот связка суппорта Vengeful Spirit и Disruptor — такое видеть мы могли, но нечасто. Я даже не могу вспомнить последний матч, когда такая связка с суппортом была. Ну, смотрится круто, смотрится очень круто. Можно будет по-быстрому врубать какого-нибудь Тройблейда, какого-нибудь Вайпера за свап. Все это ставится в статик шторм в Детикфилд, и работает весьма и весьма хорошо. Ну, если что, если ВП проиграют, они потом... А, да, 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 да. К сожалению, атак связка мне нравится, слушай, надо запомнить. Свап под статик шторм — это вообще прям идеально. Здесь свап под демоник пурш, разве что под салкетчер. Да, тоже, кстати, неплохо. Мун, кстати говоря, уже убивает в центре. ДП, ой-ой-ой, какие же проблемы тут Дос-Профита. На, набеги, но кажется, не убежать. Может быть, АТ... Нет, 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 Ншотов там тоже нет, к сожалению. Но Ванн забирает ферст-блат, и довольно простой фраг получился для команды Virtus.pro. Ну, закомбейчит в баскетболе. Ну или так. Соло. Это связка саппортов. Соло должен жить, на самом деле, да. Соло отсюда отойдет. Но, на самом деле, пробивают весьма неплохо Солоча. Соло любит получать за свою команду. Ну, слава богу, хотя бы, чтобы его бьют, а не какого-нибудь там сильного кора. Тамзет сразу произвел метаморфозу, пытается как можно больше крипов в самом же начале поднабить. Здесь пробивает также еще Ассайс, пока у него пассива первого уровня. Но это единственный шанс. Сейчас, на самом деле, очень серьезно просел. Тимберсоу, пытаться регениться. Ой, Соло сейчас может пострадать. Ай-яй-яй, там есть Тимберчейн. И Соло можно просто с руки затыкать будет вот так вот, да. Бьют с руки. Там еще и крип очень неудачно подошли. Соло и от них тоже получает дамедж. Тимбер, если даст еще один дать хороший, Тимберчейн, он его реально убьет. Ассайсайсайс. И вот Тимберчейн. айс соло все еще покажи мешает хорошо вроде бы спасается он был очень опасно но айс сайт своего героя чувствует если он идет на вас даже с первой прокачанной броней это не просто так он знает какой у него запас здоровья останется это его действительно сигнатурка поэтому бить его вот так вот террор блэдом это конечно не то что хотелось бы ну и в принципе теперь со вообще против террор будет хороший герой он на этой линии должен хорошо стоять и рожа помогает все к своему тиммейту на милл линии ну на вайпере но он в свое время очень часто играл на данном персонаже очень часто его пик или виртус про они джабуги откидывает со станчиком папаш ну встретились так немного друг друга поднахитали и на этом все закончилось понятное дело здесь один на один пока что никаких фрагов быть не может ну на все очень неплохо на милл линии как мы видим у даст профит все добито всего лишь 6 кипов в то время как вайпер добил 10 за динайл 3 ему помогает роджер роджер также получает еще experience этой линии второй уровень у него имеется даже половина третьего джабс приходит помогать каким-то образом своему тиммейту луну но надо перемещаться нужно что полезность хотя бы иллюзию полезность создавать то что ты не просто так там бегаешь по карте и чалишь experience что ты пытаешься оказать какую-то поддержку вообще там борт очень хороший стоит для муна и по идее вот все эти заходы и ганги они должны быть безуспешными от виртус про пока этот пар не снимут поэтому бегает роджер тоже тоже вот ну вот что он делает он конечно понимает что если вдруг на нувану будет атак он поможет своей фиссуре перекроет проход противнику большинстве своем вот на этой линии он ворует экспо экспо нужно и шейкер уйти за раптор безусловно все найти себя на карте сейчас героем четвертой позиции невероятно трудно то ли ты за рунами бегали что тогда ты останешься без экспы то ли ты стоишь возле своего мидера поровываешь его по экспириенсу в общем вот найти нужное место в нужное время это наверное ну одна из важных особенностей хороших на профессиональных четверок на данный момент пока как няньки больше работают оберегают своих кор героев но кей дп фармит старается фармить и вайпер пока вайпер получается чуть лучше потому ли не очень даже спокойно без происшествий снизу думаю тоже здесь особых приключений быть не должно для паши это более-менее комфортно линия в том что муж и то там шестого седьмого уровня много дэмэджа не нанесет это потом уже появятся какие-то внезапные криты то есть там закидываешь их противника и можешь внезапно убить но тоже дисраптора сейчас это сделать сложно хотя вот потягиваются нинджи буги даблинг пьют соло офисура паша все-таки за сэвил ой извиняюсь рожер конечно за сэвил сейчас его тиммайта хотя муши идет дальше скоро ли будет блинг пять секунд есть также еще и возможно скин даггер но уши уже отошел достаточно далеко и все еще 1-0 пятая минута игры больше никого убивать не получилось в пользу вирту спро причем рамзес парамска своих крипов добивает это видно да то есть он акцент больше делать не на убийство исаев это убить исаев он в принципе не сможет никогда на этой линии в соло естественно но вот крипов добивать это сейчас очень важно и прекрасно понимаешь сам теперь со тоже в свой фарм найдет и вот эта проблема потому что очевидно тимберсов станет полезнее намного раньше чем террор плейд сейчас начнется проблем потому что тимбер получит шестой уровень и очень много дамажа залетает магического от тимбер магического чистого и его подловили да ну вот салт кейчером конечно стаки пользы на и может и уйдет фисурта весьма неплохая получилась перед сайфом цепляет ну хватит ли ему спида догнать роджера роджер страдает еще она должна так же от яд накидывать вружу пока вроде спасается до телепорт можно кастовать прямо сейчас зашел за деревца и спасается саша но туда действительно с гоняет пашете времени уничтожает мошенку внизу неплохо получилось с кем это то он получается с дизратор каким-то образом смогли поймать муж и хороший килл второе убийство для команды вертус про неплохо сыграла наверху правду рамзес мог быть проблем пошел чакрам вот он 6 уровень стики пока рамзеса спасают но оси сайт пойдет и дальше здесь используется ну вот она проблема просто не щадит куда же ты пришел родной под этого теперь раскачанного то ай-яй-яй фиссуры еще ну вот всей толпой будем бить всем селом на из айс 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 у него очень плохо все поманится соло ринг 2 секунды соло ринг секунда но промазал чакрамом тимбер чейн соло пытается маневрировать еще одну подачи нужно сделать нет там рамзес уже с формой сестра прекрасно понимает хоть и брони нас так довольно много но все равно пробивают как же соло живет как же живет этот тимберсо как же ему по барабану вообще что с ним делают на этой линии атака на паша пошла репал спасает не до конца спасает залетает стан джабс также еще в дизрапшни закрывает и должны здесь пашу тоже еще более серьезно пробить у него стики он отхиливается и наверху в это время если сайса уже под формой пробивает рамзес увидеть бы айс 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 а хоть каким-то образом есть вижен есть также еще и thunder strike забирает солнце бедный бедный соло если его сейчас еще не убьют это будет просто что-то степой сайс а как его бить то как у него там миллиард армора просто бешеные хп риге как его у вас нет столько магии посмотрите это только даже третья пассивка будет еще четвертая пассивка крайне плохо смотрится против timbersoul а террорбейт и все что есть это физика а против физики айс 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 вообще готов драться кстати кстати вот касательно там нижней линии мы смотрели противостояние где против репела сейчас дрались ребята из минески против паши кстати вот если мне опять же не изменяет память я полудремя сегодня просматривал обзор патча от нс а кстати может на нашем youtube посмотреть сейчас можно кинуть стифлинг даггер он будет работать сквозь иммунитет магии он не будет замедлять нам будет наносить урон и это где-то вот в этой игре может это за решать то есть будет идти там вперед какой-то персонаж под репелом думает что я безопасность ангел какой-нибудь нечаянный стифлинг даггер может приносить наказать будем надеяться что вы тоже смотрели обзор патча от нс учитывать там теперь со опять что происходит на верхней линии продолжает фармить пока у него до метаморфоза 50 секунд подождать на пара позу возможно потом уже как-то агрессировать он тут наверно ребятам svp с тимберсоу сейчас вообще никак не поговоришь то есть это только лишь с формой это только его контролить фиссурой эхо слэмом эхо слэма вообще пока что еще не имеется чем еще можно подконтролить на самом деле можно стать штормкой никфилд туда же климс и все остальное пока слишком много ресурсов приходится задействовать для того чтобы убивать айс айс айса и айс 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 это очередной корр персонаж для команды минески он тоже будет разгоняться мы еще фантомка не видели что с фантомкой драйли с минеской атака на роджера пошла чакран тимбер чейн роджер успевает офисурица делали пп и избить больше нечем до станчик если уже использовали на два этих героя на тимберсоу венжи full spirit всего лишь пока один дизейбл венжи full spirit просто нет свапа левел маловат ну конечно еще девятая минута тут и соло третьего уровня бегает джабс пытается пробить ну на самом деле больно даже достаточно делает сбивает рейндропы но там важно чтобы крит просто один разок сработал то есть соло конечно провоцирует муши на эти стифлинг даггеры в это время вайпер очень сильно проседает его от филип и фикешном но он бы идет дальше за сессом не в ту сторону пошел айс 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 снова выходит из леса без листьев не знаю выходит в общем из воды сухим а тут вот сухим из воды выйти не удалось товарищ ему на в центре рамзес мог убить деспрофит 3 фраг для команды в п ну пока на самом деле такая непонятная дота то есть в общем то очень много полезного всего сделать имберсоу на верхней линии но и снизу кажется полный порядок команды в п фармит соло можно цепить все есть уже дизрапшн туда же закидывается чакрам возвращает соло кимберсоу и пытается уйти кенотик фил поставил может быть даже спасется и стики и соло живет что он может откидываться с шрайна если что вдруг еще но его понятное дело там этим ядом не убить используя шрайн во время рамзес подпушивает мидл линию мун он получает фиссуру очень быстро расклеивается убивает правда его роджер вместе с тараблейдом вдвоем до тяжелая линия для деспрофит постоянно приходит роджер сперва рамзес конечно разминает противника оставляет небольшой запас здоровья потом внезапный фиссур и пару ударов с метаборфоза и дп как-то не может прочитать свою свою хп стоит отметить что если тб плохо смотрится против там пика команды минески это тимберсоу то фунтум ассаси не самый лучший против него героя то тот же та же самая деспрофит очень плохо смотрится против тараблейды и против того вайпера да то есть сейчас ну вместе с тб вместе с рамзесом все же набирает тихонечко преимущество и становится все опаснее и опаснее для деспрофит как минимум и муши что все муши будет делать еще вопрос пробивает пока что пашу демо же может не просто взорвано это две сотни так зале не залетела от вашего долго пробивал долго стакал скажем так этот псевдо рандом и в итоге он сработал на неплохо получился хороший фраг интересно как будет собираться муж в игре с блеска ей всего хорошо пусть будет так в это время есть вайпер страйк по тимберсоу тимбер пытается пробить всеми возможными образами и залетая также еще не на токсину ну хоть лес он снова регенится абсолютно спокойно за ним правда идут крипы это плохо потому что есть vision но тут уже довольно таки это все закончилось команды вп больше бить нечем я где-то уже видел эту историю когда они набрасываются на тимберсоу и он доживает я что это было всегда на протяжении 11 минут на верхней линии я думал ты сейчас скажешь какие-то предыдущих матчах это было здесь и сейчас с сайсом сколько я не вижу его на тимберсоу всегда с ним вот такая проблема какая его невозможно убить да да сложно забыть не настолько не настолько может быть открыто как в этой игре но оси сайс на тимберсоу сыграл огромное количество матча в том числе и на профессиональной сцене на джабсоу джабс прячет он так но вам пробивает у каждого демон здесь клеится никаких возможностей для выживания нету джабс нет ультимейта но и но вас делать это запасно правда может быть крепость доминатора если сайт был неплохо добить 15 голды как-никак но нет маны нет вашего время делал телепорт с нижней линии под репелом не получается его убить тоже все-таки муж решил не прыгать уж решил не рисковать не тратит гонитную ману потому что может еще не вылететь в это время тараблейд пробивать родин тавр под метаморфозой ну качественно я вижу что что постоянно ран за старается использовать метаморфозу не держит этом каких-то особенных случаев данных для кого-то так это драки что подобного вид возможность пофармить или убить там кого-то он сразу пользуется фил закрыл ни джабуги ни джабуги может быть убьет зачем убьет извиняюсь соло не убьют соло остается на лох и п и уходит отсюда будет регениться на фонтане в это время подцепили еще и шеллоу демона получается джабса развалить по-быстрому с метаморфозы рамза с урам за сборой также еще тир один тавр ну грамотно грамотно действуют с пропа этой карте в макро у них все прям ну действительно классно постоянно они хотят оставить металлинию у минески пустой для того чтобы тб мог ее снести вот сейчас получилось наконец-таки сделать тир один тавара южноазиатская команда лишилась очень здорово работает связка террор бейт и ес казалось бы что в них такого какая взаимосвязь какая синергия между этими персонажами но оказывается что фиссура и метаморфоза делают фраги убивали т.п. убивали что-то демона и вот выбрать контроль смотрится то есть надо зафиксировать героя для того чтобы все-таки смог под на кварфозе мог т.п. не бегать потому что у него все живут из-за манески заходят тут нова он получает вы получает станчик экзорцизм тут же спирит сайфом использует мун получает вайпер страх кентавром хорошо контролит еще и нова и кажется вайпер не спасается пекста еще и паша purification долларе полно себя как же страдает из профит но есть сейф на вот до маншета демона таки погибать и т.п. сейф не спас глимс еще вернули динджи боги здорово скрыл соло такие два минуса нападали сами минески ганг их явно был провален и даже потеряли двух героев часами не совсем понял если честно зачем был guardian angel прожат но паша его использовал хотя там никого даже с 50 процентов не имелось в общем ладно может быть мисклик террин тавр будут пытаться забирать в п сейчас прямо 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 сейчас хотя есть телепорта тебе соу есть проблема в этом плане как таковой пуш потенциал конечно слабенький у virtus pro то есть если не бьет террор бейд с иллюзиями то он фактически не бьет никто но что такое там он не на это своим молотком будет стучать что ли вайпер плеваться вышку ну так себе конечно пуш на вайпер ближе к лает уже начнет наносить достаточно дэмжа птв рану пока с этим действительно есть проблема с ранним пушим у команды vp все плохо и паша паша сейчас может быть на линии на самом деле паша может не бояться куда-то там подставляться у него есть а перификацию четвертым университ рэпл нет правда сейчас гордин анджела поэтому желательно все же не умирать они джабуги очень быстро развалили там тролль сеточник сетку накинул и смогли забрать внизу можно будет еще и выйти на джапса прямо сейчас вместе с айсом хотя опасно сотки бирса очень сильно разогнула у него 12 уровень у него второй уровень чакрама уже имеется соло глимсует возвращают jobs и сейчас в кусты ставь хороших field thunder strike и сеточка хорошо контролит опять-таки доминатором ребята из виртуз про исправно атака на роджера пошла теперь не потянется нижебуки фиссуру успевает дать роджер но не уйдет в моем случае станции равно залетает на спирит и крит конечно же похоронный от мужа всегда к месту один-два-динтоги размен получился как же он вовремя все же успел своим тотемом ударить по земле он никогда не знал что него прыгнет но тотем поражал для того чтобы зафармить крипов в итоге заставил фантом ассасе шансов действительно не было нажимания рейд босс так 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 ну ка дубль номер 10 убить тимберсо ну тут учу вангвар появился естественно четвертая пассив 4 тимбер чей так но хорошо его объем так вайпер страйк замечательно пробиваем санули здорово все круто но нет 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 не работает так надо надо больше урона даже не знаю какого урона еще я думаю что вот без блинк даггер без блинк даггер шейкер не обойтись хотя у статик что он поставили может быть что он кстати справится паша purification урон чистый вот он чистый урон и стимберсоу справились здорово со второй волной атаки но получилось осилить этого персонажа мишон комплит для команды виртус про 10 мески в это время сместились на металлинию но терминтавр там уже не имеется на муж с бф может посмотреть скорость его фарма конечно увеличивается все еще есть отставание трамзеса но отставание будет сокращаться все таки фантом может быть с бфом фармит точно прилично да но тп на самом деле не сильно от нее отстает по скорости фарма если ему дают возможность если у него есть пространство то он со своей таллизии примерно то же самое золото что фантом ксбф приносит хотя конечно фантом ассасин фармит супер быстро и уж будет разгоняться атака под смоками от virtus pro находит нинджи буги тут же скорее под барабанами отстанивается причем в тролле нинджи буги и не добирается на святыни активировать джабс ну уже поздно и запасить какого не получится демоник будет что развороте под сал кетчером но ванну тут же клипсонули что-то демоны должны будут его забрать тоже второй минус приходит тимберсону по одному подставляются ребята из минески окей тут конечно рейдпосы пошли тимберсон с экзорцизм еще и дэс профит заходит в битву есть guardian angel от паша и муж и ждет муж и ждет кого же он сможет пробить после га прыгать пытается лишить жизнь омнинайта но ванги смогли забрать омник выживете там омнинайт там он ушел через тп выжил от воши смог уйти размен получился два суппорта в одного кор героя ну с учетом того что слишком нагло шли vp в принципе еще и малой кровью отделались там могло быть больше тп что могли не отпустить еще и мне на это тогда было бы конечно тяжелее но все это это в том числе и создание пространства для рамзеса рамзес свое дело знает парни по форме и никто ему пока не мешает никто его даже не видит и не находит делать манта стайл нужна здесь манта каким-то образом спасаться от шагу демона советы против зависимости мы играем уже несколько часов подряд спасибо отдыха пощады даже дота говори обойтятся комментатор пощадите да сколько можно те утренние эфиры не на самом-то конечно все все здорово да то чтобы игры были крутыми а игры тут вот последние особенно на самом деле радует глаз сегодня уже был к слову матч дня 4 карт на трансляции это смотрели но мы надеемся что секрет лига тоже будет весь смог и вернули муши очень далеко летел ну начиная сразу сайпер срайка пробивать очень быстро заберут фантом ассатин зацепить бы еще не джебуги . есть рамза заходит можно замедлить все они люди даже без метаморфозы забирают метаморфозы имеется у рамзеса так что можно что-то запушить можно например сломать тавр на медл линии да и на 3 2 тавра не был линии и будут ломать виртуз про паша правда делать телепорт на верх на верхней шрайн прямо прекрасно что где-то здесь находится оси сайс вы просто пришел чтобы тавр не ломать рошана будут забирать вопреки лучше чем тир 2 знают что фантовки не будет 20 куб да и вообще конечно бит то что фантом ксбфом это фармер хороший такой очень крутой но не боец абсолютно не боец когда противоположной команде есть дизраптор и шейкер два эти героя с магическими кастами застанными они фантомки не дают развернуться грамотный мух от пм айки забрали смог сразу поражали возможно удастся перекрыть муна т.п. конечно же не отпускает фиссуру замечательную еще и джапса цепанул этой фиссурой прячет себя дизрапшн соло идет просто вперед получает репел чакрам соло соло успеет раскастоваться достать шторм от эхо слэм какая же копинация от виртуз про двоих уже забрали отправили в таверну еще и вечер full spirit остается тимбер тимбера через тотем убивать тоже можно purification залетел это минус 4 от команды в п блистательная драка до этого конечно ганг забор рошана и в результате в результате просто неслыханные потери от команды минеский по экономике и конечно по строениям тут же в п заходят на хайграунд будут забирать тир-3 чем отбиваться не ясно совсем тимберсов не будет целых 40 секунд браво в п но в своем стиле что называется на опыте они просто разваливают и не позволяют выпускать противник никаких ошибок абсолютно непонятно чем с ними драться уже на хайграунде деревья здесь не имеется поэтому айсайс ослаблен ну и падает первая сторона на 20 минуте минеский еще немного продержится на этой карте у них стоите два тавра вверху но проблемы уже огроменные 11000 преимущества за virtus pro и все это преимущество сконцентрировано в таких серьезных корах как вайпер и тарелблейд нужно дожить до следующей метаморфозы хоть каким-то образом я не знаю что делать все не то что даже если варфоза проблема в том что выжить после следующей метаморфозы команде минески будет очень сложно навязать драку 5 на 5 для virtus pro и закончить эту игру мне кажется сейчас лучший вариант имеется айгис имеется также рамзес у которого метаморфоза откатится буквально через 40 секунд ну и рамзес еще и 3000 сверху имея так что может быть сделать себе какой-нибудь скадер там вижу линзу какая-то появилась у шейкера но там еще 70 секунд правда до отката эхо слэма можно будет его дождаться ну пока будут забирать там одну вышку вторую вышку все должно получиться вот тут минески решили подраться знаешь что не т.х. слэма киноборот другие ультимейт уже успели катиться берутся просто нагло закатывается на противник получает статик поднимает себя в юл тут же экзорцизм от т.п. заходит в битву фиссура тибера спасти надо тибер ежели выживет нет получать последнюю подачу погибает он джапс расставался перед смертью на рамзес под репетом под кардиан энджелом трех уже героев уничтожили ребята из virtus pro отправлять саверну и муж остается последним здесь монза которого уже принимается но у вас разворачивается мол 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 не залетает спину мол что же ты про развернулся то минус 5 и в чистую выигранная драка от команды vp и ggvp до 21 минуту ребят из virtus pro справились коллективом из юго-восточной азии без шансов для минески ну ничего камбэкнут как говорится в баскетболе сегодня возможно отомстят своим обидчиком в любом случае в п ну прям очень серьезно номинировали во во всех стадиях игры они выиграли стадию лейнинга они смогли также дальше еще и в мидгейме продолжать сломали по быстрому товара ну и буквально за 20 минут у нас заканчивается этот матч собственно что еще можно сказать очень хорошо играл роджер мне понравились абсолютно все фиссуры потому что почти все были по двум-трем целям в драке в итоге исполнения шейкера просто блистательно это сигнатурный для него персонаж еще за времен империи да да но там в общем то практически все сигнатурки зашли до команды vp сложно представить таких персонажей которые не являются сигнатурными для команды virtus pro так уж получилось на нынешней мете да но минески пытались произвести нас впечатление не действительно по стадии драфта произвели это впечатление на нас и на аналитиков и наверное на этом все положительные эмоции закончились игра как таковая не состоялась потому что это очередной вынос от команды vp vp мы поздравляем до 4-0 в общем пока не про как